Второе послание к Тимофею святого апостола Павла Тимофею святого апостола Тимофею святого апостола Тимофею святого апостола Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование Сие заповедую вам, да любите друг друга Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое А как вы не от мира, но я избрал вас от мира Потому ненавидит вас мир Помните слово, которое я сказал вам Раб не больше господина своего Если меня гнали, будут гнать и вас Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше Но все то сделают вам за имя мое Потому что не знают пославшего меня Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха А теперь не имеют извинения во грехе своем Ненавидящий меня ненавидит и Отца Моего Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал То не имели бы греха А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца Моего Но да сбудется слово, написанное в законе их Возненавидели меня напрасно Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит Он будет свидетельствовать о мне А также и вы будете свидетельствовать Потому что вы сначала со мною Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились Изгонят вас из синагог Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас Будет думать, что он тем служит Богу Си заповедую вам, да любите друг друга Аще мир вас ненавидит, видите, як у мене прежде вас возненавиде Аще от мира бысти были, мир уба своей любил бы Як уже от мира несте, но аз избрах вы от мира Сигураде ненавидит вас мир Поминайте слово, ежас, рех вам Нест раб боли и Господа своего Аще мене изгнаша и вас изженут Аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут Но сия вся творят вам за имя мое Як у неведет пославшего мя Аще небых пришел и глаголу им Греха небыкше имели Ныне же извинения не имут о гресе своем Ненавиди меня и отца моего ненавидит Аще дел небых сотворил в них Их же им никто же сотвори Греха небыкше имели Ныне же и видиша и возненавидиша мене И отца моего Но дозбудется слово, писанное в законе их Як у возненавидиша мятуне Игда же приидит утешитель Его же аспаслю вам от отца Дух истинный, и же от отца исходит Той свидетельствует о мне И вы же свидетельствуете Як искони со мною есте Сия глагола к вам Да не соблазнитеся От сонмиш и жденут вы Но приидет час Да всяк и же убиет вы Мниться службу приносите Богу Послание святого Игнатия к Поликарпу Святой Поликарп, как уже было сказано Друг и соученик святого Игнатия Бывший вместе с ним слушателем апостола Иоанна Богослова В то время был епископом города Смирны Святой Поликарп тоже потом примет Мученическую смерть за Христа Игнатий Богоносец, Поликарпу Епископу церкви Смирнской Лучше же, состоящему под епископством Бога Отца и Господа Иисуса Христа Желает премного радоваться Глава первая Похвала и увещание Уважая Твое благочестивое расположение Утвержденное как бы на неподвижном камне Я преисполнен благодарности к Богу Что удостоился видеть непорочное лицо Твое Которым желал бы всегда наслаждаться о Боге Умоляю Тебя благодатью, которой обличен Ты Ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спаслись Блюди место свое со всяким тщане, плотским и духовным Старайся о единении, лучше которого нет ничего Снисходи ко всем, как и к тебе Господь Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь Прибывай в непрестанных молитвах Проси большего разумения, чем то, какое имеешь Бодрствуй, стяжав неусыпный дух Говори с каждым, как поможет Бог Носи немощи всех, как совершенный подвижник Где больше труда, там больше и приобретения Глава 2. Продолжение увещаний Если любишь только добрых учеников, еще нет тебе за это благодати Лучше худых покоряй кротостью Не всякая рана врачуется одним и тем же пластырем Острые боли утешай прохладительными примочками Во всем будь мудр, как змея, и не злобив, как голубь Для того ты вместе и телесен, и духовен, чтобы ласково принимал и то, что является тебе наружно, но молись, чтобы тебе открыто было и сокровенное, дабы не иметь ни в чем Недостатка, напротив, с избытком обладать всяким дарованием Как кормчим нужны ветра или обуреваемому пристань Так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога Будь же бдителен, как подвижник Божий Наградой будет нетление и жизнь вечная, в которой и сам ты уверен Во всем порукой тебе я и мои узы, которые ты возлюбил Глава третья. Продолжение Люди, которые кажутся достойными доверия, а между тем учат иному, не должны смущать тебя Стой твердо, как наковальня, по которой бьют Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать Особенно же для Бога мы должны все терпеть Чтобы и сам Он потерпел нас Будь еще усерднее, чем теперь Вникай в обстоятельства времени Ожидай того, кто выше времени Безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым Неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию Все ради нас претерпевшего Глава четвертая. Продолжение Вдовы не должны быть пренебрегаемы После Господа ты будь попечителем их Ничего не должно быть без твоей воли, но и ты ничего не делай без воли Божией, чего, впрочем, ты и не делаешь Стой твердо Собрания пусть бывают чаще Созывай всех до единого Рабов и рабынь не презирай Но и они пусть не надмиваются Напротив, пусть во славу Божию еще более поработят себя Чтобы получить им от Бога лучшую свободу Пусть не домогаются получить свободу за счет всех Чтобы не сделаться им рабами страсти Глава пятая К чему епископ должен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак Избегая ухищрений, а более беседуй о следующих предметах Сестрам моим внушай, чтобы они любили Господа и были довольны своими сожителями по плоти и по духу Тем моим заповедуй именем Иисуса Христа Чтобы они любили сожительниц своих, как Господь, Церковь Кто может в честь Господа плоти пребывать в чистоте, пусть пребывает без тщеславия Если же станет тщеславица, то погиб А если будет почитать себя больше епископа, то пропал совершенно А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласией епископа Чтобы брак был о Господе, а не по похоти Пусть все будет во славу Божию Глава шестая Обязанности христианской паствы Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам Я – жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и диаконам И пусть часть моя в Боге будет одинаковая с ними Вместе подвизайтесь, вместе совершайте путь свой Вместе терпите, вместе успокаивайтесь, вместе вставайте Как Божьи домостроители и домочадцы и слуги Благоугождайте тому, для кого воинствуете вы От кого получаете и содержание Пусть никто из вас не будет перебежчиком Крещение пусть остается с вами, как щит Вера, как шлем Любовь, как копье Терпение, как полное вооружение Взносом вашим пусть будут дела ваши Чтобы после получить вам полагающуюся прибыль Итак, будьте долготерпеливы друг к другу скротостью Как и Бог долготерпелив к вам Всегда желал бы я быть с вами Глава седьмая Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира Так как мне стало известным, что церковь антиохийская в Сирии по молитвам вашим наслаждается миром То и я, в Божьей беспечальности, стал благодушнее, только бы прийти мне к Богу через страдания, дабы в воскресенье явиться мне вашим учеником Тебе, богоблаженнейший поликарп, надобно созвать благолепнейший совет и избрать вам кого-нибудь особенно вам любезного и усердного человека Который мог бы назваться Божьим послом Ему поручить, чтобы, отправившись в Сирию, он прославил там неославную любовь вашу к славе Божией Глава восьмая Пусть и другие церкви отправят в антиохию послов или письма, приветствия Так как я по причине внезапного, по воле начальства, отплытия из Траады в Неаполь не мог написать ко всем церквам То к ближайшим церквам напишешь ты, как знающий волю Божию, чтобы они сделали то же самое Послали бы нарочных, а другие отправили бы письма через посланных тобою Чтобы прославиться вам бессмертным делом, как ты и достоин того Приветствую всех поименно и жену Епитропа со всем ее домом и детьми Приветствую возлюбленного моего Оттала Приветствую того, кто удостоится быть отправленным в Сирию Да будет всегда благодать с ним и с посылающим его поликарпом Желаю вам всегда укрепляться о Боге нашем и Иисусе Христе Пребывайте через Него в единении с Богом и епископом Приветствую Алкия, вожделенное мне имя Укрепляйтесь о Господе Когда Троян только что унаследовал империю римлян, Игнатий, ученик апостола Иоанна, муж во всех отношениях апостольского нрава, с великим тщанием управлял церковью в Антиохии, с трудом избежав прошедших бурь. Множество гонений при Домициане Поскольку, подобно умелому кормчему, кормилом молитвы и поста, искренностью учения и своим постоянным духовным трудом, он противостоял потопу, надвигавшемуся на него, страшась лишь того, чтобы не потерять кого-нибудь из тех, кому недоставало мужество или кто мог пострадать по наивности. Посему он радовался спокойствию церкви, когда гонения на краткое время прекратились, но скорбел о себе самом, что он еще не обрел истинной любви ко Христу и не достиг совершенного достоинства ученика. Ибо он размышлял внутри себя, что исповедание, которое совершается мученичеством, привело бы его в еще более близкое единение с Господом. Потому-то, пробыв еще несколько лет с церковью и, подобно божественному светильнику, просвещая понимание каждого своим изъяснением священных писаний, он, наконец, обрел то, к чему стремился. Глава 2. Игнатий осужден Трояном. Глава 3. Игнатий осужден Трояном. «Кто ты, нечистый негодяй, осмеливающийся нарушать наши повеления и склоняющий других делать то же, так что они приходят к ужасной гибели?» Игнатий отвечал. «Никто не должен называть богоносца нечистым, ибо все злые духи отступили от слуг Божьих. Но если от того, что я враждую против этих духов, ты называешь меня нечистым по отношению к ним, то я вполне согласен с тобой. Ибо поскольку я имею в себе Христа, Царя Небесного, я разоряю все ухищрения этих злых духов». Троян спросил. «Кто такой богоносец?» Игнатий отвечал. «Тот, кто имеет Христа в груди своей». Троян сказал. «Не кажется ли тебе, что и мы имеем в умах наших богов, к помощи которых прибегаем в противостоянии нашим врагам?» Игнатий отвечал. «Ты заблуждаешься, когда называешь демонов языческими богами. Ибо один лишь есть Бог, сотворивший небо и землю и море и все, что в нем. И один Иисус Христос, единородный Сын Божий, царство которого дообрету и я». Троян спросил. «Ты имеешь в виду того, кто был распят при Понтии и Пилате?» Игнатий отвечал. «Я имею в виду того, кто распял мой грех вместе с его виновником, и кто осудил и поверг всю ложь и зло дьявола к ногам тех, которые носят его в своем сердце». Троян сказал. «И так ты носишь в сердце того, кто был распят?» Игнатий отвечал. «Истинно так, ибо написано «Вселюсь в них и буду ходить в них». Тогда Троян произнес следующий приговор. «Мы повелеваем, чтобы этот Игнатий, который утверждает, что он носит в себе того, которого распяли, был связан с солдатами и отвезен в великий город Рим, где будет отдан на съедение зверям для удовольствия народа». Когда святой мученик услышал это решение, он воскликнул с радостью. «Благодарю тебя, Господи, что ты соизволил удостоить меня совершенной любви к тебе и соделал меня связанным оковами железными, подобно твоему апостолу Павлу». Сказав так, он затем охотно дал заключить себя в оковой, и, молясь за церковь и вручая ее со слезами Богу, был поспешно уведен с беспощадной жестокостью солдатами, как некий удивительный агнец, предводитель большого стада, чтобы быть отправленным в Рим и там послужить пищей для кровожадных зверей. Глава третья. Игнатий плывет в Смирну. И так, с готовностью и радостью, из-за желания своего пострадать, он последовал из Антиохии в Селевкию, откуда и отплыл. И после многих страданий прибыл в Смирну, где сошел на берег с великой радостью, и поспешил увидеть святого Поликарпа, прежнего своего соученика, а теперь епископа Смирнского. Ибо они оба в прежнее время были учениками святого апостола Иоанна. Будучи приведен к нему, он разделил с ним некоторые духовные дары и, торжествуя в своих узах, умолял того содействовать ему в исполнении его устремления, ревностно прося того и у всей церкви. Ибо города и церкви Азии приветствовали святого через своих епископов, пресвитеров и диаконов, спешивших встретиться с ним в надежде получить от него те или иные духовные дары. Но более всего у святого Поликарпа, чтобы он, Игнатий, посредством диких зверей скоро покинул этот мир и мог предстать перед лицом Христа. Глава 4. Игнатий пишет церквам. Так он говорил все это и так свидетельствовал, простирая свою любовь ко Христу столь далеко, как тот, кто хочет завоевать небо своим благим исповеданием и ревностью тех, кто присоединил свои молитвы к его молитвам о его приближающемся подвиге. И чтобы отблагодарить церкви, пришедшие встретиться с ним в лице своих предстоятелей, он посылал им письма благодарения, проливающие духовную благодать вместе с молитвой и увещанием. И видя всех людей столь к нему благорасположенными, и боясь, как бы любовь братьев не воспрепятствовала его ревности по Богу, тогда как непорочная дверь мученичества отворена перед ним, он написал послание к церкви римлян, которое к сему прилагается. В оригинале здесь следовал текст послания святого Игнатия римлянам. Глава пятая. Игнатий доставлен в Рим. Затем, образумив, как и хотел, посредством этого послания тех из братьев в Риме, которые не желали его мученичества, и отплыв из Смирны, ибо солдаты заставляли его торопиться на публичное представление в Рим, где, будучи отдан диким зверям на виду у римского народа, он мог обрести венец, к которому стремился. Он затем пристал в Тараде. Затем, продолжив оттуда свой путь до Неаполя, он прошел пешком мимо Филипп через Македонию и оттуда к той части Эпира, что близ Эпидамны. Найдя корабль в одной из гаваней, он отправился по Адриатическому морю, а оттуда — по Террейскому, минуя различные острова и города, пока не появились в виду путиолы. Он хотел пристать здесь, желая последовать по стопам апостола Павла. Но появившийся жестокий ветер не позволил ему сделать этого, стремительно направляя корабль вперед, так что он миновал это место, выразив лишь восторг любовью пребывавших там братьев. И так продолжались попутные ветры, и мы неохотно торопились, преодолевая весь путь за один день и одну ночь, печалясь о приближающемся отшествии от нас этого праведника. Но с ним все происходило, как он и желал, ибо он торопился, сколь возможно, скорее покинуть этот мир, чтобы достигнуть Господа, которого любил. Когда мы приплыли в Римскую гавань, грешные развлечения язычников близились к окончанию, так что солдаты начали раздражаться нашей медлительностью, и епископ охотно уступал их настойчивости. Глава шестая. Игнатий разорван зверями в Риме. Они двинулись от места, называемого порта, и вести обо всем, касающемся святого мученика, уже распространились повсюду. Встретили братьев, исполненных страха и радости, радующихся от того, что их сочли достойными встретить богоносца, но пораженные страхом, что столь знаменитый муж ведом на смерть. Тогда он предписал хранить молчание тем, которые в пламенной ревности говорили, что они умиротворят людей, чтобы те не требовали смерти праведника. Он немедленно был уведомлен о том духом и, приветствовав их всех, просил их показать истинную привязанность к нему и остановился на этом вопросе подробнее, чем в своем послании, и убеждал их не завидовать ему в его устремлении к Богу. После всего этого он, со всеми братьями, преклонившими колени, умолял Сына Божьего от имени церквей, чтобы был положен конец гонениям и чтобы взаимная любовь продолжалась между братьями и со всей поспешностью был увлечен в амфитеатр. И он был немедленно брошен туда в согласии с данным прежде повелением Цезаря. Публичное представление как раз уже близилось к завершению, а это был так называемый торжественный день, который на римском языке именуется Тринадцатым, во время которого люди по обыкновению собирались в больших количествах, чем обычно. И он был брошен в клетку к диким зверям за храмом, чтобы благодаря им, зверям, было исполнено желание святого мученика Игнатия, в согласии с написанным, желание праведников исполнится, ибо он хотел, чтобы братья не имели хлопот, собирая его останки, и выразил до того в своем послании желание, чтобы таким был его конец. Из его святых останков сохранилась лишь малая часть, которую перевезли в Антиохию и обернули вольняное полотно, как неоценимое сокровище, оставленное церкви благодатью, которая пребывала в святом мученике. Глава седьмая Игнатий явился в посмертном видении Итак, все это произошло в тринадцатый день перед январскими календами, то есть двадцатого декабря. Сун и Сенекий были консулами римлян во второй раз. Мы видели все это своими глазами и провели всю ночь в слезах в доме и умоляли Господа с преклоненными коленами и со многими молитвами, чтобы он даровал нам слабым полную уверенность в отношении произошедшего. И случилось так, что мы впали в краткую дрему. И некоторые из нас видели блаженного Игнатия, внезапно явившегося стоящим среди нас и обнимающим нас, тогда как иные видели его вновь молящимся за нас, а иные видели его в каплях пота, как если бы он только что пришел от своего великого труда стоящим с Господом. И тогда мы с великой радостью засвидетельствовали это и сравнили все наши различные видения. Мы воспели хвалу Богу, подателю всех благ, и выразили наши чувства счастья за святого мученика. И теперь мы дали вам знать день и время, когда это случилось, чтобы, собираясь вместе во время его мученичества, мы могли стать собратьями победителя и благородного мученика Христова, который попрал дьявола и усовершиться в пути, который из любви ко Христу он возжелал, во Христе и Иисусе, Господе нашим, которым и с которым да будет слава и держава Отцу с Духом Святым вовеки. Аминь. Помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю, не дайш во смятение ноги Твоей, я ниже воздремлет, храняй Тя, все не воздремлет, ниже уст, нет храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой на руку десную Твою, во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Испогоди нас, Владыко, с одержавением не осуждено, смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Богца и Глогови. Так что, и сила, и слава, от Царя Истина и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»